Чуть ли не до последнего клиента. Многие латвийские магазины в преддверии праздников решили продлить рабочее время. Там говорят, что так смогут снизить плотность покупателей в торговых местах. Но напомним, что ранее Минздрав уже призывал вообще не посещать торговые центры. В предпраздничные дни часть магазинов сети Максима будут работать до полуночи. Рабочее время продлевает и столичный торговый центр «Альфа». Торговцы признают, что это связано не только с праздниками, но и с недавними ограничениями. Уже две недели, как на выходных в Латвии, можно купить только товары первой необходимости. В результате у людей есть меньше часов, когда купить, что надо для Рождества или для Нового года. Приоритет на данный момент номер один – снизить плотность людей в наших магазинах течение всего дня. Чтобы люди приходили не только после работы, но тоже с утра или вечером, когда меньше людей в наших магазинах. Это будем делать, продлевая рабочее время до 24 часов в наших самых больших магазинах перед Рождеством и перед Новым годом. Номер два – у нас тоже мобилизируем побольше работников в кассирах, в наших кассах, чтобы побыстрее могли обслуживать наших клиентов. Декабрь всегда был одним из самых активных периодов для совершения покупок, когда в магазинах очень много людей. И сейчас мы ожидаем, что люди будут спешить покупать подарки для своих близких перед праздниками. Поэтому, чтобы уменьшить скопление людей и обеспечить дополнительное удобство для посетителей магазина, мы решили продлить часы работы «Алфа-Дру-22». Торговцы говорят, что после введения ограничений число покупателей на выходных заметно снизилось. Зато выросло в пятницу и в понедельник. В эти дни люди активнее всего покупают хозяйственные товары, детские игрушки, алкоголь и табачную продукцию. Торговцы убеждены, что при соблюдении всех ограничений посещать магазины можно безопасно. Напомним, в Минздраве регулярно просят жителей Латвии воздержаться от лишних походов в магазины. Однако и там достаточно позитивно оценивают такую инициативу. Нужно отметить, что если магазины вводят дополнительные часы для того, чтобы иметь возможность работать и соблюдать все нормы безопасности, в том числе не допустить скопления людей, я сказал бы, чтобы министерство такое решение оценивает скорее положительно. Однако хочу подчеркнуть лучшим решением в настоящей ситуации, когда неконтролируемо распространяется вирус, было бы не ходить в торговые центры. В Министерстве здравоохранения призывают жителей Латвии идти в магазин только при необходимости и долго там не задерживаться, посещать торговые центры в тихие часы, при возможности стараться делать покупки в интернете. Не стоит забывать и об обязательном ношении маски, дезинфекции рук и дистанции в два метра.